И всем привет, дорогие подписчики канала Амбрелла Тэйч Икорпоретед, на связи с вами ваш Альберт Вескер и пусть сейчас у меня все-таки еще пока только-только начало декабря, но традицию я уже записываю. И теперь вот в этой новогодней жапочке, ну это колпачок скорее. Я так смотрю по вебке, он вроде хорошо на мне сидит, не смотрится. И да, у нас сегодня необычный выпуск, хоть я записываю это в начале декабря, но он выйдет скорее у вас ближе к новому году, может даже, а может если выйдет все хорошо, я опубликую его сразу, черт знает. Но я хочу с вами сегодня сделать анбоксинг одной вещи, которую я заказал себе еще в начале осени, такой новогодний подарок. Он просто наконец-то пришел, там была задержка, но я ее переждал. И мы с вами ее сегодня рассмотрим. Вещь очень полезная, отчасти потому, что она поможет нам расширить, наверное, список того, что мы публикуем у нас на канале. Ну, в основном, конечно, за счет летнего времени, либо за счет паялки вот таких вот же моделей, как вот эта елочка прекрасненькая, которая, кстати, тоже выйдет или, наверное, уже вышла у вас под Новый год, потому что она у нас отдельно записана, она уже, по сути, даже должна быть смонтирована. А, нет, я ее пока не смонтирую, я ее смонтирую как раз-таки тоже в декабре, потому что я записываю сейчас вот в период отпуска, начало декабря, все-таки как-нибудь и как раз-таки буду монтировать тоже на нее. Она уже давно спаяна у нас, но видео все хранятся, не переживайте. Но, судя не елки, судя не елки, хотя и в ней тоже. И извините, что здесь нет большой елки традиционной, как обычно. Она и... потому что сейчас начало декабря, я ее собираю обычно за две недели до Нового года. Так вот, как любят говорить наши подписчики, хватит воды, хватит воды. Сегодня мы с вами будем открывать посылочку, которая мне пришла. Я ее не стану открыть, кстати, так проверял быстренько, но сохранил упаковочку и специально все для вас. Она уже была вскрыта, как я заметил, почтовой службой, но все на своих местах. Это вот такая вот коробочка победы. Она в таком состоянии была, это не я ее в таком состоянии сделал, если что. Это вот в таком кейсике. Аккуратненько. Все хорошо, все. Внутри все цело, но я все упаковал специально для вас обратно. Все как было. Вот такой кейсик с штрих-кодом. Это штрих-код к телефонной программе. Телефон на зарядке мы с вами запишем чуть позже, когда он зарядится окончательно у меня. Чтобы убедиться, что все работает. Программа там установленная. Я покажу вам еще сайт, где это что находится, где как что скачивается. Потому что там это китайская вещь, но мне она очень понравилась. И я... Слушайте, мне нравится свежая... Вот, я не знаю, камера, конечно, не передает. Но это свежая аромация. Ой, такой кожа. Это кожа, кстати, кожа, если что. Вот, вот что входит в комплектик. Так, во-первых, это для кейса. Давайте сразу же наденем. Это такой шнурочек. Сегодня будет очень подробный выпуск с многими прелестями, которые я и ранее вам рассказывал, но не мог нормально показать. А сегодня получится мне, наконец, это сделать. Сейчас поймете, о чем идет речь. Так, это у нас инструкция 1, инструкция 2. Вот здесь все лежит. Вот верхняя часть сначала ее. Это вип-карточка. Так, я сейчас ее достану. Это, я так полагаю, что-то вроде скидки. Вот такая вот она вип-карточка. Вот тут наоборот. Я так прикольно скидываю, что я не знаю, до чего она. Вот такая вот. Тут номерки. Но это все китайское. Я не знаю китайский, говорю честно. Некоторые роглифы мне знакомы, но... Смысл их, что на китайском, что на японском, разный. Поэтому не могу сказать наверняка. Буду переводить. И потом скажу тоже, наверное, в этом видео, если переведу сегодня все это дело. Далее. Это USB-переход. Специально, вот как раз-таки мы с вами... Я покажу вам через программу видеозаписи вот здесь. Ее можно подключить к ПК и спокойно можете записывать, например, как вы паяете на столе. Очень удобно. Вот такая вот вещь. Это микро-USB с USB-входом. Так, хорошо. Это сюда. И вот она, виновница. Так, вот контейнер я вот положу в стороночку. Сюда, аккуратненько. А давайте сразу заодно тогда вот контейнер сюда все и уберем. Чтобы потом нам лишний раз все это дело не искать, по сути, раз. Вот так вот закроем. Кстати, очень удобно. Вот так вот уходишь. Но сейчас самое главное. Вот она, виновница всего видео. Это камера. Маленькая, да? Это камера Grow Chat. Очень такая малюсенькая. Спрашивается, куда она? Она надевается на очки, ребят. Тут такой вот чехольчик. Его можно снять. Сейчас я его сниму. И она, скорее всего, будет теперь со мной на постоянке на моих очках. К этому, раз что только на работе, когда офис снова заработает, я буду снимать. А так... Скорее всего, на постоянке. Скорее всего, на постоянке она будет. Вот. Надевается она очень просто. На очечечки. Вот так вот. Лучше, конечно... Так. Вот так. О, все. Защелкнуло. Вот так вот. Здесь у очков моих, вот видите, есть вот такие спецдушечки. Так. Но это крепежи такие вот. Вот на нее как раз таки вот сюда и надевается. Очень качественно, хорошо, крепко, удобно. Так. Сейчас размотаем вот этот провод. Провод около метра. Но этого вполне достаточно. Также здесь есть петля. Ну, вы знаете, вот как есть ремешки для очков, чтобы они не падали. Тоже самое. Кстати, о ремешках. Есть у меня вот такой специальный спортивный ремешок. Тоже опробуем. Мне это очень важно, потому что я хочу потом в будущем эту камеру использовать, наверное, на летний период времени, когда пробежка утро не занимает, чтобы вам записывать красоту города. Реально, порой город... Я не люблю свой город, конечно, по большей степени. Но вот за что я люблю его? За архитектуру и за красоту парков. Вот что-что. А это самое полезное. Так вот сейчас скрутим. Так. И давайте-ка наденем ее. Вот так вот. Видите, как она на мне смотрится? Я даже сам смотрю. Ее, кстати, сразу не заметишь, что ли? Вот заметьте, вот так вот. Видно? Старый добрый веский. Скрытая камера. Никто ничего не видит. А вы ее не видите сейчас. Даже я через вебку ее не вижу. Так что не говорите мне, что вы ее видите. Вы ее не видите. Ну, хотя... Блеск от... Вот так. Камера видно вот так. Вот так? Не видно. Все. Камера ниндзя. Ну, ладно. Подключаем. И давайте мы с вами ее протестим. Как она у нас работает. Я могу сделать это в прямом эфире в программе? Нет, в программе не могу. Сейчас надо будет делать тогда паузу небольшую. Так, кстати, если что, ее можно вот так вот назад закинуть. И все будет великолепно. Вот так вот даже вот через ухо продеть дополнительно. Чтобы вот у вас она шла сзади. И провод вообще не будет видно. Я обычно на телефон, кстати, вот ее... Когда подключаешь телефон, лучше держать его в спецсумочке. У меня вот спецсумка есть такая для моего телефона. Взял, засунул в карман. Провод, кстати, дотягивается спокойно. Это очень удобно сразу. Очень удобно. Так. Ну, а теперь давайте мы с вами проверим ряд тестов. Просмотрим на трех, наверное, лучших вещах, которые у нас есть. Во-первых, это будет Наполеон Хилл. Да, я каждый раз перечитываю. Шикарная книга. Всем рекомендую. Мой блокнот с записями. Не все покажу, но кое-что. И, наверное, самая прекрасная вещь, которая здесь есть. Архитектурный атлас. И, как бонусом, наверное, мы с вами еще посмотрим на комикс от Far Cry. Посмотрим пару разделов. Не все, конечно. Посмотрим по насыщенности, по цвету. Потому что, если первое все это чисто книга, записи черной ручкой и архитектурный атлас, то последнее это цвет. Этот цвет, и мы с вами посмотрим, как это все выглядит. Тем более, это будет прекрасным аналогом показать, как камера записывает. Мы для чистоты эксперимента. Я сменю свет. Я бы делал это при вас. Вот сейчас, вот так вот. Вот такой яркий свет. Это белый свет. Не переживайте. Вебка показывает немножко по-другому. Но это белый свет, чтобы не было такого. И я потом буду переключать цвета, чтобы мы могли с вами смотреть, как показывает эта камера при различном уровне освещенности. Помещение само у меня темное. Общую лампу я не трогаю. Но потом мы, наверное, и через нее тоже посмотрим. Хотя, я думаю, смысла нет. Главное, чтобы был основной источник белого света. Что ж, давай. Итак, ребят, продолжаем запись. И как вы можете сейчас вот видеть по программе видеотрансляции. Кстати, вот она, если что. Вот, вот это вот экшен. Вы, наконец-то, и познакомились. Ну, визуально потрагируем ее, видите. И как вы можете видеть, вот эта строчечка, вот эта, которую вы видите. Это камера. Вот эта самая камера, которая вот сейчас на мне. Именно она заодно фиксирует звук. И заодно, по-своему, сейчас я даже послушаю в результате, как она фиксирует звук. То есть я записываю вот это сейчас не через микрофон. Да, он у меня вот тоже, как можете видеть, вот. Вот. Вот это сам микрофон, но я его выключил. Я его выключил. Могу сейчас включить, заодно, поскольку как он с эхом будет здесь, наверное, нам все откликаться. Раз, раз, раз. Вот, сейчас вы слышите, что, ну, наверное, эхо должно быть какое-то, так понимаю. Но вот сейчас записываю чисто без камеры. Ну, значит, с камеры, но без микрофона, потому что у него есть ручное отключение. Как можете слышать, все, наверное, отлично, я так понимаю. Давайте сейчас на примере взглянем вчерашнего стрима по «Ведьмаку». Что у нас здесь происходит, какой звук. Я специально перевел звук, чтобы он играл именно на ноутбуке основном. Вот мой ноутбук, если что. Вот он так вот. Главное следовать инструкциям. Качество стоит в камере. Тут можно ее настраивать. Вот так, максимальное качество 100... ...1920 на... ...1080... ...30 гигагерц. Неплохо, неплохо, да, вполне нормально. И давайте же послушаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И сам с вами послушаю, как все происходит. Нравится мне это качество звука или нет. Но прежде чем мы это продолжим, давайте сейчас же осмотрим за... Хотя давайте сейчас сразу проверим качество звука. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Итак, ребят, как вы можете видеть, вот, вот, я сейчас переключился. Переключился вот теперь на микрофон Вы меня прекрасно теперь слышите, надеюсь Давайте сейчас же посмотрим Вот это программа наша Вот, переходим вот сюда Так, где там у нас она обычно записывается-то Вот, я открыл уже видеозапись устройства Давайте послушаем Даже пониже немножко Да, отлично слышно, сами видите, ребят Я вот тоже сейчас с вами говорю, смотрю на все это дело И вот здесь обычно Здесь наслоение дорожек идет Давайте послушаем Вот сравним дорожку, которая идет Сейчас с вами слышу Теперь дорожка из микрофона Так, вот здесь Вот сейчас То есть, как видите Качество звука, ребят По аудиодорожкам, ну вообще неотличимое То есть, качество звука сделано на уровне То есть, мне нравится У камеры прекрасный звук Прекрасное звучание И мы можем с вами записывать хорошие видео Без каких-либо потери звука Давайте сейчас теперь послушаем Как записывает, скажем, тот же самый Ведьмак То есть, вот видите Не вот этот запущенный А вот этот И звук Вот я говорю сейчас, как я слышу, ребят Звук записан Очень четко То есть, точно так же, как вот здесь Я слышу его Вот здесь, вот у себя На ноутбуке Как он издает Точно самое И вот здесь Вот прямо Слово-слово Точный звук Соточка-соточка Все прекрасно Звук передается идеально Ну Ну, кристально, как по мне Я бы сказал бы точно Звук соответствующий Теперь давайте посмотрим же с вами На Содержимое Скажем, можно вот, например Записывать книги Вот, кстати, вот По цвету можно уже сказать Что записывать все качественно Ну, вот Если даже поменяем расцветку Вот, к примеру Давай, меняйся Вот Можно на желтый Можно на зеленый Можно на голубой То есть, цвета меняются Соответственно Но я оставлю белый Чтобы Был классический свет Белый цвет Вот, к примеру Наполеон Хилл Думай богатей К примеру Не знаю, что нам с нами взять Вот Вот, к примеру План богатства по Наполеону Хиллу Из шести эпизодов Первый Определить себе точную сумму денег Вот Давайте так вот Вот смотрите Я буквально при вас Держусь ее Вот так вот Определить себе точную сумму денег Второй Решить для себя Какую цену Время, труд Вы готовы заплатить на эту сумму денег Определить сроки С точностью до одного дня Четвертое Составьте четкий план По достижению своей цели То есть Видите Вот я держу сейчас при вас И качество Вполне достойное И чем дальше держу Но Запись все равно остается То есть Вы можете быть даже На большом расстоянии Вот так вот На приличном Как вот считаете Но Я вот так смотрю Через очки свои Параллельно Вот так посматриваю На вебочку И Качество хорошее Качество четкое То есть По книге проблем Нет Книжный тест пройден Следующий тест у нас Записи К примеру Самые лучшие Наверное Как по мне Это вот как раз таки Недавние записи Мои Ну как Относительно свежие Связанные С изучением книг По пассивам К примеру Роберта Киосаки Как можете Видеть Если вдруг Разберете Мой поджиг Считайте Рецепт богатства У вас уже На руках Также Можем посмотреть Вот прекрасный Вот пример Для Конспектов К примеру Если вот вы Студент И хотите быстро Зафиксировать Конспект Своего знакомого Где который делает Графики Заштриховывает Иногда что-нибудь Карандашиком Вот прекрасный пример Вот смотрите Вот Конус обучения Эдгара Дейла Кстати обожаю Конус Потому что он буквально Рассказывает И говорит о том Как лучше все обучать Вот к примеру Если вы только чисто читаете Только 10% Прочитанного Будет у вас Но если вы это все Дело еще и Применяете Скажем Практически делаете Чему учат Или имитируете Эту практику деятельности Ну или отыгрываете По ролям У вас будет 90% Сказанного и сделанного То есть это активное обучение А остальное все это пассивка Ну хотя бы наблюдать За реальным процессом Это уже 50% Услышанного и увиденного Зафиксируете Если только смотрите Там фотографии 30% Если слушаете лекции Вот забейте Вот лекционная Это фигня 20% всего 20% всего Вы изучаете Для чего нужны институты Для фиг знает Вот лучше бы практике Посвящали бы И это больше времени Вот реально Вот чтение и лекции 30% всего Ну фотографии может быть Еще дополнительно Но это не общий объем Это часть информации Которую вы запомните Ребят Запомните Практика Учит всему Ну как вы видите Мои записи Вы можете разобрать Вот типы доходов Кстати Если кто понимает Мой почерк Поздравляю Вы богач уже Официально Ну садите Если все примените Все это дело Так Кстати наверное Из-за света Тут плохо видно окружение Но Не страшно Хотя кстати Дайте я гляну Реально Любопытно Видно что ли Ну видно там Частично все Квартир Комнатки Но Больше степени Все темно Но она записывает Реальный свет У меня реально Здесь освещение Только чисто Вот на этой территории Вот там еще Акварий у меня С рыбками моими Я его обожаю Так А теперь давайте же Посмотрим на Примере Ой На примере Вот как раз таки Архитектур Специальность архитектуры Петра Норфельда Проектирование И строительство Все типы Различных Архитектурных Чертежей Моделей Вот сканов То есть вы можете Смотреть Качество На высшем Уровне Я могу вот так Вот сделать И вот так Немножко От этого Вин в глазки И чтобы видеть Вебку Ну вот куда я смотрю Куда вот я смотрю Туда смотрите И вы по факту Ребят Вот куда смотрю я Туда смотрите И вы Чем ярче Тем даже лучше Вот смотрите Это к примеру Жилищные дома С бассейном Вот я взял для вас Потому что я полагаю Все хотят бассейн Разная архитектура То есть бассейн С дворком Из сауны Бассейн С подземным Выходом Жилые помещения Доступ В бассейн Из коридора То есть смотрите Даже такой мелкий текст Спокойно фиксируется Камера Спокойно фиксируется По факту Как есть И проблем Нету С этим вопросом Есть вот К примеру Даже такой мелкий текст Здесь есть Частые крытые Плавательные бассейны То есть Типы бассейнов Какие есть Вот Минимальный размер Ванны Размещение То есть Весь Текст Очень четкий Прямо Текст Вот я даже сейчас Вот так вот Поставил Чтобы мог Сам то что Через вебку Очень качественно То есть Вы можете фиксировать Все чертежи К примеру Очень удобная штука Вот опять же Террасные дома Можно посмотреть Видите Различные Типы террасных домов Вот А этот особо Мне нравится Потому что смотрите Дома сделаны На склоне Поперечным разрезом Внутри Все находится А здесь Вот выходы На террасы Очень Грамотные Очень красиво Сделанные Форматы Вот к примеру Вот здесь Есть тоже Страничка С террасными домами Я вам покажу Вот к примеру Типы террасных домов Вот опять же Бассейн Есть посмотреть Бассейн С искусственной волною Вход Душ Сауна То есть Вот Вот сейчас А вот так вот Потому что Я стараюсь смотреть Ровно Вот То есть Как видите Все Фиксируется Видно даже Вот схему Трупа Пород бассейна С искусственной волной То есть Вот она Схема Вот она Система Кстати Фиксируйте Если хотите Я не возражаю Качество Вебки реально достойно Можно даже Сменить уровень Освещенности Давайте Поставим Не знаю Какой-нибудь Яркий Голубой То есть Смотрите Видите Несмотря ни на какой Уровень освещения Ну С красным Разве что Проблемы Они большие По зеленому Он яркий Такой Голубой Вот прекрасный Кстати Вот голубой Очень хорош для чертежей Вот реально Голубой Неудивительно Что раньше Чертежи Делали Белым Белым Мелом На голубой Бумаге Это Удивительно Теперь понятно Почему Вот к примеру Темные Такие вот Ну постельные Цвета Вот видите Качество Опять же Вот даже Даже еще лучше Становится Конечно все Зависит от уровня Освещения Если Это был оранжевый Сейчас желтый Я включил То есть видите Качество Типа нарисовки Террасных домов Вот опять же То есть Очень все Красиво Мне все Нравится Вот так вот То есть видите Качество Достойное Можно также Опять же Вот схему Тут еще лежал У меня Наши елочки Вот это вот Электросхема Сборки елки Ну вы ее еще Увидите в будущем Так Ну а теперь Давайте же С вами Вот кстати Опять же Вот этот же Собый Кейсик Как видите Вот он Такой вот Кейсик Вот он У нас Теперь Давайте же С вами Посмотрим На него На Far Cry На Far Cry Так 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 Я вот стараюсь Как-то в глаза Так сильно Выкатить Чтобы посмотреть Нацеливается ровно Или неровно Чтобы еще и бликов Не было Отлом Ну более-менее адекватно Вот Такой Вот Вот такой вот Он как раз-таки День рождения Нашего Даниэля С днем рождения Доброе утро Реально Посмотрите Качество Великолепное Ребят Ой Цвета Насыщенные Кастильо Шикарно Смотрится Я вот сейчас Смотрю на все это дело Вот через вебку Параллельно Так вот целюсь Вот так вот Только глазами И Цвета Великолепно Уже записываются Фиксируется Все Очень красиво Это вот история Васа Если что Здесь Антон Диего Идут Под джунглем Путешествуют Наслаждаются Миром Вот Заметь Кстати Забавно Под историей Вас Дэниэль Спрашивает Вот тот Тот человек Ведь умер Убит Потому что Он так и не нашел Себя Вот почему Мы отправились В это путешествие Сын Чтобы ты смог Найти себя Честно говоря Я спойлерну Вам Но Вас Выжил И мы Его Увидим На Яре В отличие От двух Других Которые Здесь Тоже Есть За Твоим Подарком Смелее Ну А Вообще Кстати Кастильо Показывается Здесь Реально Он выступает Очень Хорошим Отцом Как ни Крути Он хочет Научиться На силе То есть Он дает Ему Уроки И Это Очень Ценный Подарок Я считаю Что Урок Это Некому Делать Вам Уроки Можете Сделать Себе Погребушку Как у Нас Сейчас Выбери Что-то Одно Только Одно Что Же Мне Выбрать Бери То Чему Сможешь Доверять Хорошо Возьми Еще Колчан Ну Правильно К луку Прилагаются Стрелы Болус Сегодня Намерен Помочь Разобраться С твоим Хаосом Будем Охотиться Охотиться На Кого На Кое Кого Прекрасного Знаю Ты Можешь Быть Добрым Знаю Можешь Быть Сильным Но Сегодня Тебе Придется Быть Жестоким Настолько Жестоким Чтобы Заставить Замолчать Свой Хаос И Обрести Мир Это Пэйган Кстати Опять же Сила Семьи Называется Глава Скоро Ты Узнаешь Скоро Ты Им Воспользуешься Но Не Здесь Кофе Надо Заварить Давай Поговорим О семье О ее Значимости В природе И ее Силы Есть еще один Человек О котором Тебе Нужно Знать Но Ты Никогда Не Станешь Таким Как Он И Не Повторишь Его Ошибок Как Его Звали Реально Качество Достойное Пэйган Би Вот Забавно Смотрится Качество Рисовки Очень Великолепно Мне Очень Нравится Вот Как Фиксируется Все У нас На Экране Кастиле Тоже Великолепно Здесь Выглядит История Пэйгана В одном Лишь Комиксе Кастиле Здесь Вообще Шикарен Ну Покойся С миром Диего Мы Тебя Знали Ну Ладно Здесь Еще История Осипа Сида Есть Опять же Вот Как Вы Можете Видеть Качество На Уровне Качество На Уровне Качество Качество Уровне И Как Видите Кастилю Защищает Своего Сына Очень Качественно Записывает Все Великолепное Качество Как Можете Видеть Кастилью Опять же Тоже Такие Яркие Цвета Приглушенные Но Качество Картинки От Этого Не Портится Качество Картинки От Этого Не Портится Итак Теперь Давайте С вами Обсудим Как Пользоваться Данной Камерой С помощью Вашего Телефона В данном Случае К Камере Прилагается Официальное Приложение Производителя Но Я вам Его Не Рекомендую По Одной Простой Причине Оно Не Работает Так Как Хотелось Бы Оно Местами Глючит Часто Отключается Не Очень Удобное Но Не Переживайте По Этому Вопросу Есть Большой Список Сторонних Приложений Которые Могут С ней Работать Коннектиться Без Проблем Точно Так же Как И у Нас С вами Вышло Это С ноутбуком Но Я Лично Переполвал Очень Много Из них И Остановил Свой Вариант На Приложение Которое Можешь Сейчас Видеть На Экране Это USB Камера 10.8.7 Версии На данный момент От Shen Yao China Если что Сточку На всякий случай Оставлю С официальной Страницы В описании Этого приложения Его Его Так же Можно Найти В Google Play Маркете Оно Бесплатное Но У него Есть И Про Версия Отличие Лишь Как я Понял В том Что Там Есть Система Автозапуска В случае Если Камера Отключится Чтобы Когда Снова Будет Коннект Это Видимо Для Телефонов Которых Уже Разношен Контакт USB Так вот Если У вас Разношен Контакт То Можете Не переживать По поводу Того Что Запись Прорвалась Система Которая Снова Получит Контакт С камерой Сразу К ней Подключится В этом Приложении Можно Настроить Все В Абсолюте От Того Как Управлять Камерой Вы Можете Использовать Свой Bluetooth Наушник Настроить Соответствующие Кнопочки И Тем Самым Можно Делать С Этих Кнопочек Фотографии Нажал Сделал Нажал Запустил Видеозапись Нажал Приостановил И Отключил Видеозапись Очень удобно Приложение Коннекти Свободно Не требует Каких ли Там Дополнительных Шаманских Действий В отношении Настроек Очень Компактно Очень Но Очень Разумно Имеет Большой Ворох Настроек С точки Зрения Качества Записи Размера Картинки Качество Картинки Смотреть Можно Часами И Разбираться Там Можно Часами Но Там Все Что наверное Рекомендую Базовое знание Английского Чтобы понять Где какая Кнопочка Что обозначает Но даже так Вы можете Очень быстро Понять Что и как Нужно настроить Так что я думаю Проблем там Не будет И разбирать Подробно Само приложение Нет смысла Съемка Камеры Меня лично Самого Порадовала Качество Картинки Достойные Ценники Зафиксировала Четко Товары Когда я ходил По магазинам Фиксируются Тоже Очень четко Хорошо Фотографии Делаются С хорошим Качеством Отдельно Хочу отметить Звук Звук Записывается Кристально Чисто Я даже Показывал Видеозаписи Родственникам Ну Чтобы поделиться Информацией По поводу Какая продукция Есть Что можно Купить И Сказали Что Звук Картинка Хороша Все Прекрасно Проблем С этим Нет Ту Молодой человек Позвольте Поехать Благодарю Лично Мне очень Зашло Я рекомендую Всем Отдельно Только Замечу Что Если у вас Плохой Вестибулярный Аппарат То Рекомендую Для вашего Жеблага Потренироваться В записи Этой камеры Не дергать головы Как я это делаю Когда хожу По магазинам Потому что У меня Глаза разбегаются И мне хочется Увидеть Все 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 Заснять И у вас Скорее всего Сейчас Наверное Кружится голова От всех этих кадров Но Надеюсь Что Несмотря на это Качество картинки Вам видна Достойна И Вас Эта камера Привлекла В том плане Что Реально Вещь очень хорошая Такого качества Я редко Где могу увидеть Тем более Для таких Вот Девайсов А я Если рекомендую То рекомендую Только Лучшие ребята Вы меня знаете Поэтому Лично от меня Рекомендация Но С использованием Стороннего приложения По другому Никак Потому что Официальное приложение Оно Повторю еще раз Глюч Я могу сказать одно Я доволен Мне нравится То есть Можно с телефона Записывать все Можно фиксировать все Можно фоткать все Можно Настраивать все То есть С этим проблем нет И это самое главное Для меня Потому что Можно с вами В дальнейшем Если что Записывать что-то С телефона Что-то с чего Главное чтобы Ну в первую очередь Даже удобно ПК То есть Если вы тут Что-то разбираете Перебираете Это вообще Очень грамотно Очень хорошо Что ж Ребят Ну Мое личное мнение Приложение От разработчика Вот этой камеры Надо обновлять Надо прокачивать его С точки зрения Самой камеры У меня претензий Ноль Камера Сделана добротно Камера удобно Не мешается Куда смотришь Что и фиксирует Провод Провод Достаточный Достаточной Длины Чтобы подключить К телефону Который будет у вас В кармане В сумке Специальной На поясной Проблем тоже нет Уже проверял Честно себе Проблем нет Есть много Есть переходник Для вашей любви Есть прекрасный Кейсик Со всем Нарядами Я думаю Проблем с этим Нет Дают даже Вот эту Самую Карту Но это Вип-карта На покупки Это на покупки Я так полагаю В их магазине Потому что Ну Это Вип-членская Карточка Это в принципе Неплохо Это хорошо Это хороший Такой бонус Главное Вот опять уже У меня он Разродился До пяти Заметь Когда я сказал шесть Дэбл пять То есть Камера Ест Камера Ест И Камера Ест Много Камера Ест Много Так что Телефон Конечно Рекомендуется Держать Запасом Держать При себе Запасные Пауэрбанки Для зарядки Провода Желательно Конечно У моего Личного Телефона Есть Проблема Связанная Сейчас С входом Наверное Зарядки Я не знаю С чем связано Конечно Может быть Чисто С С Своей батареей Это возможно Технически Моя проблема С телефоном Поэтому Но То что Можно Спокойно записывать И еще на телефон Это меня очень Тоже радует Так что Возможно В будущем Летом Когда будут промежки У нас будут Онлайн Ставим Мы с вами Как вариант Так что Готовимся Но пока что Ребят С вами был Вески Амбрата Чинг Канал Спасибо всем Кто нас смотрел Пишите ваше мнение Хотели бы Вот такую себе Камеру В подарок На новый год Потому что Это Мой новогодний Подарок Как вам Шапка Тоже интересно Хотя вы Наверное уже На стримах Это вы мне скажете Как вариант Потому что С декабря С 1 декабря Я уже начинаю В ней сидеть Ну и конечно же Ребят Что вы думаете О качестве изображения Ваше личное мнение Качество звука Как по вашему Потому что Если сравнить Микрофон И ее Это ну Две разные вещи Но по мне Звук одинаков И там и там По крайней мере На мой слух А у меня Слышит только долго Но слышит хорошо И Так что ребят Увидимся с вами Уже Как говорится В течение Этого старого И в будущем Нового года Камера будет С нами На стоянке Ну а с вами был Вески Амбрэл Тачинг С наступающим Новым годом Вот с такой вот Пока что Елочкой И Удачи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok